Видео еще не началось, а я уже делаю вам небольшой обзор, друзья. В этом видео будем с вами проводить распаковку очень крутой камеры Github 2. Это замечательная экшн камера. Итак, погнали. Друзья, ребятки, всем привет. Сегодня у нас распаковка посылки из Китая с замечательного сайта Banggood, который шлет посылки вовремя, в срок, с хорошим треком и имеет хорошую обратную связь. То есть можно пообщаться с менеджерами и узнать о товаре, где он, как он, если плохо отслеживается, либо еще что-то. Задать любой вопрос, они вам с радостью ответят. Итак, мне пришла посылка, это экшн камера Github 2, по-моему, стоимостью 140 баксов, друзья. Давайте ее распечатывать. Ребята, дико извиняюсь, у меня только что села камера, вот я вас обновляю запись. Я ничего не трогал без вас, так все и есть. Камера Github 2 Pro, на ней видно, написано экшн камера. 140 баксов, две с половиной недели и шла. 2K пишет, 60 фп, 60 кадров в секунду, Full HD она пишет. Либо даже 2K Full HD тут написано, 2K 60 фп, но мы все это посмотрим. Нужна она быть с гидробоксом. Коробка правда хорошая, коробка вы видите, хорошая коробка, что не может не радовать. Видно, что камера фирменная, старались сделать все хорошо и вот сзади мы можем видеть. Так, давайте я вам покажу, что здесь написано. Здесь сзади написано, что она пишет. Full HD 60 кадров в секунду, 30 кадров в секунду и как она пишет 2K? 30 кадров в секунду, она пишет 2K, ребята. Да, то есть вот такая камера, 16 мегапикселей, фото 3х4 у нее, таймлапс фото у нее есть, 2, 5, 10, 36 секунд. Это круто, можно и снимать видео, знаете, как вот так, тучки, тучки, быстро, быстро, быстро. То есть упаковочка просто супер. SD-карт у нее до 128 гигабайт, 90 минут пишет Full HD, это камера. Вот такая вот, значит, здорово. Здесь у нее чек, вернее, чек, гидап, вот видим написано, чек у нее какой-то здесь наклеен, штрих-код. Скачать приложение можно для нее, в ней есть Wi-Fi. Мы можем передавать связь на наше Android-устройство. Либо на другое устройство. 30 метров погружается, полтора дюйма дисплей, микрофон в нее можно тыкать. Короче, друзья, это супер офигенная штука, должна быть, я так надеюсь. Сейчас мы делаем зум с вами, открываем нашу крутую штуку. Оба, красивая коробочка, оригинальная, я надеюсь, красивая коробочка уходит в сторонку пока что. А мы с вами открываем, как она открывается? Знаете, пахнет коробок фантомом, то есть качественным китаем, я скажу. Открываем, плотно вверх, коробочка в сторону. Так, смотрим, что у нас здесь еще дано. Сразу лежит вот так красиво упакованно GitHub. Такая support, support-визиточка. Вот она, что там на ней написано, можете посмотреть. Я это никогда как бы не читаю. Здесь можно, GitHub у них даже сайт свой есть, то есть это фирменная камеру. Сама камерка, вот она, достаем, смотрим, вот такая вот замечательная камера. Видим камера, немножко вбоку, у нее так сделано помощнее здесь. Камера, чистая камера, ребят, ни в пыли, нигде, ничего никак. Сейчас мы ее достанем, посмотрим. Здесь сбоку заглушка. Ну а в гидробоксе, об этом всем, давайте, надо нажать, я так понял, и провернуть. Немножко позже, давайте посмотрим комплектацию. Саму камеру глянем сейчас. Итак, комплектация. Камера с гидробоксом, вот она. Далее, что у нас? Какой-то коробочек. Открываем его. Причем, хочу сказать, заметьте, здесь не просто пенопласт, а такой очень мягкий, крутой уплотнитель, друзья. Не пенопласт отлитый, а мягкий, крутой уплотнитель, как раз для камеры. Что не может не радовать. Ох, как туго! Все очень плотно подогнано. Так, смотрим, что в комплекте. Здесь уже пусто. Так, далее, в комплекте у нас. Смотрим. Все по мешочкам, все по кулечкам. Вываливаем, и все. Какая-то еще заглушка. Так, это ГЭТ. Инструкция GitHub QuickStart. Кроме инструкции, мини-USB, мини, не микро, мини-USB кабель в комплекте. Так, кроме кабеля, значит, заглушка для камеры. Я так понимаю, когда вы будете пользоваться без гидробокса, просто одевать, глушить объектив. Это очень круто. Очень круто, что они так сделали. Штатная для штатива подставка под камеру. Ну, и внутри, в большом одном пакете, запаковано все остальное. Наклеечки, нашлем. Нашлем, нашлем. На велик, на руль. Так, и остальные, куда хочешь, короче, сцепляй, куда хочешь, кручь. Очень здорово. Будем разбираться, как она по Wi-Fi передает, как она все это дело делает. И давайте сейчас подробно вернемся к ней. Эта камера закрывается никак, остальные, ни вверху, ни сбоку, нет никакой защелки. Открывается вбок. Вот петля, дверка. Получается задняя шторка, можно так сказать. И надо отжать от себя вот эту вот штучку. Вот, чтобы вам было видно. Отжать от себя и провернуть по стрелочке на опы. Отжали. Проворачиваем. И я ее одновременно проворачиваю, и здесь открывается. Оп. Открылась. Вот она, резиночка отскочила. Здесь уплотнение для камеры, чтобы ей было удобно. Достаем камеру. Ой, ну, камера довольно-таки тяжелая, хочу сказать. И выглядит, ну, выглядит она, конечно, здорово. Видно качественный, сразу скажу, пластик. Гидробокс, давайте в сторону пока. Ребята, как бы вам показать получше. Качественный пластик, смотрите, вот какой. Сбоку пластик, что мне нравится. Не прорезинованный. Как СЖК, у нее прорезиненный пластик. Вот, со временем он затирается, становится липкий, жирный такой. Ну, не очень это круто. Здесь же пластик просто гладкий, просто пластик. Микрофон вижу. Микрофон для записи звука. Мик, даже подписано у них. Для записи звука микрофон. Динамики, вот я имею в виду. Даже слушать динамик, микрофон. Видим HD, USB. Вот у нее выход так. GitHub здесь так. Здесь мы что видим? Слот под карту памяти. И какая-то еще клавиша. Сейчас мы все разберемся с ней. И вот так она, кнопка включения. Давайте попробуем включить ее, да? Здесь пленочка, я пока ее отдирать не буду. Видим, что здесь камера разборная. Она впереди, болтики. Вон можно снять переднюю крышку. Здорово выглядит, вес очень хороший. Кстати, производитель пишет, что аккумулятор, я сказал, 90 минут его хватает, и 1000 мАч, 5-вольтный аккумулятор. Наверное, это сделано для того, чтобы возможно было заменить самому аккумулятор. Он здесь встроенный. Он нет, он не встроенный. Вот он сбоку. Вот он снизу открывается. Ничего тут не встроено, короче. Смотрим. Просто вбок. Да? Просто тянем. Просто вбок. Вбок и вверх. И все, аккумулятор вот он. 1000 мАч. Тоже такая штучка, чтобы его вытащить. Оп, и вытащили. Made in China. Каутин. Итак, вот. 3,7. Не 5, а 3,7. Что-то они не так нам сказали. Вот видно, да, короче? Такая вот, значит... Такое, значит, аккумулятор у нас тут, друзья. Такое, значит, аккумулятор. Гитар. Ну что же. Круто. Круто. Давайте оставим его назад. И сейчас будем включать нашу... Ага. Серийный номер камеры. Вон есть. Там, где аккумуляторная батарея. Отсек. Вот. 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 Серийный номер камеры, ребята. Там внутри. Написан. Вот здесь вот наклеечка. Вот видно вам, да? Думаю. Вот так вот. То есть, ну, оригинал. Оригинал. За такие деньги для китайца, для камеры. Думаю, что... Надеюсь, что снимать будет хорошо. Итак, давайте поедем дальше. Я на место ставлю штурку. Давайте ее будем включать сейчас. Вот. Нажал, держу. Есть. Хохол. Ты сделал все не так. И вот, короче, камера. Вот камера. Вот он я. Привет, народ. Вы меня видите, да? Так. Горит у нее одна полосочка. Там еще пленочка. Очень широкий формат. Я вам скажу обзора. Сразу здесь. 1080 на 60 кадров в секунду. Полный заряд батареи. Полный заряд батареи. Что не может радовать. Флешки, конечно, нету в комплекте. Было бы здорово еще с флешкой. Но это мы уже много хотим, да? Привыкли, что нам с вами подавай все, значит, на тарелочке. И кнопку включения делай вверху, да? А не сбоку. Как-то так. В общем, здорово. Камера видит очень широко. Я вижу почти без искажений в ее экранчике. Вот это вот. Ну, сейчас давайте сделаем небольшой тест. Микротестом хочу заметить, ребята, что когда мы нажали и держим кнопку, она громко пищит. Это она включилась. Загрузка. Все. И выключаем точно так же вот. Все. Камера выключилась. Ну, супер пока. Мне нравится. Итак, камера отвернута от меня, конечно, и я сейчас снимаю. Ее коробка, ребята. Видно, что 100... Так не видно, да? Вот так может видно. 170-120 градусов она может снимать, смотря в каком там режиме. Вот. Ну, сейчас, думаю, градусов 170 есть. Развертка такая широкая. Как звук пишет, не знаю. Сейчас мы с вами это выясним. Я пишу 1080p на 60 кадров в секунду. Небо пасмурное. Затянуто все тучами. Нету ни облаков, ни синевы, ничего. Все тупо пасмурное, короче. Вот дерево. Зеленое. Полный обзор на эту камеру, конечно, сделаю потом. Режим стабилизации цвета и всего здесь, короче, на авто. Вон у соседей гавкает собака. Не знаю, слышно или нет. И как слышно, меня тоже сейчас это выяснит. Это кусочек уже 2К. 24 тут пишет, да, кадра у меня на камере. Должно типа быть 25. Как слышно, как видно. Все тоже узнаете, увидите. Повторяюсь, на улице пасмурно. Вот. Ну и скажу, как эта камера пишет от реальности. От реального цвета. Настроек очень много внутри. Тоже вам потом покажу, когда буду делать детальный обзор по всем функциям и по всему. Мне понравилось в этой камере, что клавиши у нее очень так четко работают. Я вот когда на них нажимаю, то я полностью понимаю, что клавиша, там кнопочка хорошая. И до конца она нажалась. Нет ни провалов. Ничего, ребята. Все здорово сделано. Внешний вид мне тоже очень нравится. Очень просто нравится в этой камере. Крутой вид. Индикация есть. Индикация питания. Индикация, так понимаю, заряда батареи. Нужно еще разобраться. Здесь две полоски. Здесь тоже впереди две полоски. То есть камера с внешним видом выполнен на ура. Также у нее прикрывается объектив. Вы видели, я вам показывал, да, есть заглушка. Микрофон пишет четко. Пока камерой очень-очень я остался доволен, друзья. Тоже распаковка прошла успешно. Камера хорошая. Выглядит здорово. Кстати, Wi-Fi у нее включается вот этой же клавишей, что и, если дольше подержать менюшку, а Wi-Fi, наверное, коротким. Включается вот флешку, я оставил, она открыта. Выполнена здорово. Звук, надеюсь, пишет четко. Хорошо, что не прорезиненная. То есть качества камеры у меня пока претензий нет. Посмотрим, как пишет видео сейчас в пасмурную погоду. Вес у нее приличный. И, ну, по исполнению выглядит то, что я бы сказал, на пятерочку. Поэтому вроде бы гуд. Посмотрим, как она себя дальше покажет. Я ее буду тестить, короче. Погружать под воду вместе с вами. Включать будем Wi-Fi. Все это проверим с вами и все режимы съемки. В следующем полном обзоре камеры. Пока только распаковка, ребята. Ссылка на камеру в описании, конечно же. Кому будет интересно. Вот уже пойти полазить, посмотреть про нее, почитать. В общем, ждите полный обзор, друзья. Спасибо за просмотр. Всего вам хорошего. Желаю вам удачи во всех делах. Всем пока. С вами был канал Assistance TV. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok